Задать вопрос или сообщить о волнующей теме лично главе. К счастью, это вновь стало возможным. Пандемия пусть медленно, но отступает. Возобновляется работа выездной администрации на местах. Глава, а также профильные замы и руководители ответственных ведомств встречаются с жителями, как говорится, с глазу на глаз. Мы сегодня традиционно провели встречу уже Виноградова со старостями, с активными жителями. Вопросы самые разные. Вопросы благоустройства, строительства дорог, детские площадки, газификация, вакцинация. Рассмотрели массу вопросов, которые нам еще предстоит решить. Я рассказал наши достижения за 2020 год, за этот год, что мы сделали. И, соответственно, рассказал, что мы планируем сделать и как мы будем благоустраивать наш городской округ уже по программе 2021, 2022, 2023 года. Селы и деревни Виноградовского куста – одно из перспективных направлений. Деревни густо населены, много детей, развита инфраструктура. Поэтому вопросы благоустройства для местных имеют первостепенное значение. Деревну газифицировали, молодежь поехала в деревню. Детей много стало. Площадка у нас есть. Но если бы была возможность такая, может быть, какое-то покрытие самое дешевое. Потому что засыпали песком. Говорим про губернаторские площадки. Я не возражаю. Значит, давайте здесь поставим большую численность. Во-первых, и Ошидкова самая большая. А это первое. Второе, у них никогда и не ставилось по программам. То есть, сельский населенный пункт, он устанавливал детскую площадку за свои деньги. Это будет дополнение. То есть, не надо ее сносить. Пусть те элементы остаются. А давайте тогда на следующий год губернаторскую рассмотрим. Не должно быть различий между благоустройством деревни и города. То есть, все коммуникации, весь комфорт жители в своей деревне должны получать. То есть, все услуги должны быть на 100%. Соответственно, если мы в городе затрачиваем колоссальные средства на дороге, и правительство нам в этом вопросе помогает, то в сельских населенных пунктах дорог еще не хватает. Тем более тротуаров. Дальше. Автобусные сообщения. Есть вопросы. Это вопросы, касаемые автобусных павильонов и контейнерных площадок еще. Да, это раздельный сбор мусора. Вопрос строительства амбулатории. Мы строим амбулаторию по просьбе жителей. И да, программу на два года. В этом году мы завершаем. Также вот у жителей вопросы. Будет ли хватать врачей, соответствующее оборудование будет или не будет. То есть, на эти вопросы мы тоже дали исчерпывающий ответ. Наш округ во многом – это именно села и деревни. Так что их развитие – это развитие округа в целом. Мы часто называем провинцию глубинкой, забывая при этом, что по-настоящему комфортен для жизни собственный дом на своей земле. Превратить наш загород в развитое и комфортное место жизни – одна из важных задач в развитии страны. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.